Спасибо. Меня зовут Синеликов Евгений, я работаю в компании Bazalt SPO, руковожу саратским офисом. Мы ведем всякие новейшие разработки, и я хочу со своими коллегами сегодня поделиться наработками по новому альтератору. Дожидаемся всех, кто в зал еще не зашел, может быть они еще услышат. Итак, собственно, о чем я собираюсь рассказать. У нас на текущий момент во всех дистрибутивах используется альтератор, и в первую очередь я рассчитываю зафиксировать, от чего мы отталкиваемся или от чего отказываемся, от какого наследства будем отказываться. Значит, от его архитектуры и куда мы движемся, какие у нас в итоге планы. Итак, текущая реализация альтератора — это довольно многонаправленная штука, она решает разные задачи. Среди этих задач две ключевые — это конфигуратор и инсталлятор. И во всех наших дистрибутивах у базальта СПО и то, что называется Altinux, это основной узел, с которого пользователь видит во время установки нашу операционную систему. То, что во время инсталляции в виде экранов можно увидеть по настройке, это, собственно, есть альтератор. Его же можно увидеть в случае загрузки операционной системы после установки. Это называется центр управления системой, СУС иногда его называют, консольная утилита АЦЦ запускается. И, кроме того, есть еще веб-интерфейс. Не все, даже я так вот иногда наблюдаю за нашими разработчиками, которые начинают пользоваться нашими продуктами, даже знают, что у нас есть веб-интерфейс. Ну, потому что вроде как и не сталкивались. А то, что на сервере можно настроить что-то с помощью веб-интерфейса, ну, видимо, там не так много функций, которые были бы им полезны. И они, ну, как бы, наверное, этим редко пользуются. А вот люди со стороны этим веб-интерфейсом пользуются намного чаще. Кроме того, альтератор может быть используем во время загрузки в CD, и там тоже он может быть использован как инсталлятор. Собственно, текущая архитектура. Альтератор — это служба, которая позволяет запускать встроенные модули. Системная часть этих модулей — это в основном скрипты на Shell, которые работают в формате ответа на запросы. И каждый из окошечек в альтераторе — это какой-то модуль, имеющий свою бэкэндную часть. И фронт-эндную часть. Взаимодействуют они через специальную внутреннюю шину, которая называется VUBAS. И написано ядро всей этой системы на таком диалекте языка LISP — GUILE. Это же и является некой там сложностью, о которой о дальнейшем сейчас поговорим. Значит, фронт-энды. Фронт-энды написаны на QT. При этом сам процесс реализации кода, он осуществляется на языке том же GUILE. Я вот смотрю на свои слайды и понимаю, что мне казалось, что все же видели Альт. Зачем показывать скриншоты? Мне кажется, их не хватает. Будете вспоминать тогда, когда я расскажу, как это выглядело. А пока про концепт. Это же концептуальный доклад. Так, собственно, оригинальные концепции, которые я вижу, существенные, которые я пытался сохранить, и мне кажется, они важными, отличающими Альт в рамках своих системы конфигурирования. Во-первых, в отличие от СЮЗ и, может, каких-то других решений, наш конфигуратор старается сохранить возможность администратору редактировать те же самые файлы, которыми управляются через конфигуратор. То есть мы не стараемся их генерировать, мы стараемся их именно парсить, редактировать. Это имеет свои отрицательные стороны в случае сложности или возможности конфигурирования, но зато сохраняет возможность такого традиционно-оригинального подхода к администрированию, если не хватило графических средств. И в этом какой-то такой вот один из моментов важных. Кроме того, все модули для нашего конфигуратора и инсталлятора, они доустанавливаются, расширяются относительно независимо. Причем практически без какой-либо необходимой компиляции. Это именно такая скриптовая часть на схеме, и, соответственно, можно и графическую часть, и бэкэндную часть добавить просто пакетом, скопировав нужное место файла, у вас появится и графический интерфейс, и все остальное. Вроде как это проектировалось как такой фреймворк для того, чтобы можно было сделать все. Вот все осталось только сделать, правильно ведь? Но почему-то не все сделано. И, собственно, вот дальше вопрос, зачем нам нужен этот самый новый альтератор, и почему мы здесь имеем какие-то сложности. Самая главная сложность, которая есть для разработчика, это отсутствие API. То есть Implication Program Interface для того, чтобы воспользоваться модулями альтератора, которые уже сделаны, практически отсутствуют. Потому что понятия интроспекции, интерфейса вообще в этом плане не существует. Это нужно в некоторых случаях на уровне кода выяснять, какие там параметры, в каком порядке. Логика не всегда однозначная. В общем, с интерфейсом такой огромный пробел. Вторая часть — это связка Guile-Qt, то есть как мы графический интерфейс можем сделать. Количество всяких возможных элементов из-за этого Qt на Guile достаточно ограниченное. И, соответственно, богатый интерфейс написать практически невозможно. Большая часть наших компонентов для управления, они, как правило, представляют собой одно окно, потому что диалоги уже больно. И дальше там выпадающие мнение и все остальное, но это совсем тяжело. И вот богатства никакого нет, а пишется это все на схеме. Как бы дизайнер и все остальное тоже уходит. Отлаживать это тоже довольно больно. Это преимущество были, скопировали, все заработает. Ну, если сможете, если не сможете, не заработает. Бэкэнд. У бэкэнда, как правило, очень тесная связь с фронтом, и поэтому такая привязка одной части к другой, но она прямо жестко зафиксирована. При этом сложно обрабатывать ошибки, если это Shell. Значит, теперь совсем такие болезненные вещи. Кратко, да, и перейдем к новому. Отсутствие контроля доступа. Ну, на дебасе, понятное дело, есть полкит. У нас есть одна из частей, позволяющая ограничивать или предоставлять доступ для обычных пользователей, но она работает только через веб-интерфейс. Для графического интерфейса это не предусмотрено. И каждый раз спрашивается о пароле рута. В случае удаленного управления из домена какого-нибудь, где пароль рута не предусмотрен, это вообще непонятно, как в него входить. Ну, и там есть особенность артектурная. Это подверженность уязвимости кода инжекшн. Но она, поскольку работает под рутом, она как бы неактуальна на самом деле. Но она там все-таки есть, если выдаешь. Так, артектурное приложение на дебасе, в принципе, она интегрирована во все операционные системы линуксовые современные. Ну, это прямо вот так оно устроено. На шине дебаса висят ключевые службы, и все приложения через базовые клиентские API, по-разному языку доступные, по сути батарейки, он представлен. Идея в том, чтобы получить на этом деле альтератор. Да, возможности шины дебаса здесь получается, кроме батареек, это еще и возможность привезти к разработчикам, потому что, ну, как бы вот так же, как на тот менеджер написано, или какие-то другие компоненты, консольные, графические, можно будет здесь пользоваться. Ну, интеграция получается, что с KDE или какими-то другими системами будет более нативной. Ну, и, да, вот я рассчитываю, что мы, может быть, кого-то привлечем, кто бы этим занимался активно. Итак, как устроен новый альтератор на дебасе? Ну, собственно, если предыдущий слайд подсмотреть, да, оно выглядит очень похоже. Раз, теперь у нас просто еще одна служба возникает, и у нее определенные особенности есть. Тоже расширяемые, тоже модульные, тоже доустанавливаемые, тоже в формате, может быть, без перекомпиляции, но там есть некие тонкости, которые сейчас я объясню. В итоге мы получаем все то же самое, встроенное в стэк стандартного текущего Linux на Systemd, хотя, в общем, и без Systemd оно, в общем, жило. Но Systemd уж точно совсем, дебас становится ключевой, единственной шиной системной. Так вот, важные моменты, внесенные по отношению к тому, что было раньше и что сейчас в текущей реализации есть. Мы немного отделили понятие сущностей, модули и бэкэнды. Модули — это системные сошки, написанные на языке C, они предоставляют возможность добавлять новые обработчики на шине. А бэкэнды — это, по сути, конфигурационные файлы, которые позволяют сделать новые интерфейсы на объектах. Вот если мы вернемся на шлайд обратно, значит, там вот есть на шине дебас объекты, и у каждого объекта есть интерфейсы. Соответственно, добавление нового конфигурационного файла создает новый объект, если его не было, и добавляет к нему интерфейс, если он был. Ну и как бы если создает, то создает каким-то новым интерфейсом. Появляются интерфейсы и возможность интроспекции, и все, что вкусного есть на дебасе. А ключевой модуль, который сейчас реализован, и вот все остальные они в процессе реализации, он называется экзекьютор, это, по сути, такой аналог суда. То есть мы можем взять и написать все те консольные утилиты, которые нам нужны, запихать их на дебас, причем без перекомпиляции, без разбора с этими сложностями дебасом, просто ставим два этих модуля, он из двух компонентов стоит, экзекьютор — это и сошка, а менеджер — это, собственно, основное ядро. Соответственно, дальше мы на этом механизме уже сделали некоторые решения, мои коллеги дальше про них расскажут. Я немного о них указал на своих тезисах. Идея в том, что, например, можно делать разные объекты с одинаковым интерфейсом. Соответственно, таким образом можно решать одним приложением множество таких задач решать. Например, то, что мы еще не сделали, но продумываем, это средства установки в операционную систему различного программного печени, в том числе и стороннего. Вот EPM. Как бы так EPM сделать графическим, но вот не как, как там сделано через AppInstall отдельным приложением, а системно, чтобы это было похожим образом и для АПТа, и для EPM, и для Флэтпака, и для чего еще сами придумаем, для любого своего магазина приложений, причем встроенного. Делается один API и разные объекты, делается одно приложение, которым эти API пользуются. Ну и, собственно, все. У нас для такого рода задачи есть референсная реализация, решающая похожую задачу, но по тому же принципу. Про нее дальше расскажут. Какие у нас, собственно, планы по развитию? Что мы хотим сделать в ближайшее время? Во-первых, это документировать для разработчика. Ну то есть любой должен прийти и понять, как быстро написать новый модуль или новый бэкэнд, или как сделать там красивый, удобный фронт. Ну, соответственно, примеры. Все разработчики, я вот сам вырос с низов каких-то студенческих, и понимаю, что без эталонных примеров двигаться сложно. То есть мы представим эталонные примеры как референсных приложений, вот этих эталонов, так и просто базовых примерчиков. Интеграция дистрибутив, я рассчитываю, что будет постепенно. Мы сохраним предыдущий альтератор, как он есть, и будем менять модули до тех пор, пока не заменим все. Ну, собственно, у меня был один любитель лиспа, который недавно общался. Ему долго рассказывал про архитектуру нашего решения. Он очень любит лисп, он сказал, скорее всего, вам лисп не нужен. Ну, в этой задаче. Любитель лиспа. Он готов был устроиться и работать. Когда я ему писал, он не очень понял, зачем так сделано. Хотя в свое время, наверное, когда не было дебаса, там были интересные идеи, они просто не были развиты. А когда батарейки под все на дебасе есть, как бы не было смысла некоторые вещи переделывать. И мы даже делали альтератор дебас как связку, пробрасывающую текущие модули альтератора дебас этого. Ну, как бы у нас у самих не прижилось, мы не смогли этим развиваться и пользоваться. Ну, да, интегрировать это в групповые политики, это тоже одна из идей. Вот здесь ссылки на наши репы. Мы собираемся к концу года это все полноценно документировать. И все еще реализовано в процессе вывода отдельные компоненты. про них будут рассказывать. Все, наверное, да, я закончился, у меня закончился. Вопросы? Вау, неужели ни одного? Давайте, извините, у меня, конечно, есть вопрос, но я, поскольку пришел позже, я ожидал, что, может, что это я прослушал, и, соответственно, вопрос будет лишним. Но если никто не хочет, то я уже буду задавать. Вот давай начнем с конца. Ты сказал, что ты хочешь сохранить старый и постепенно переезжать. Но как стратегический план, конечно, верно выглядит. Потом ты сказал, что вы пытались пробросить старые модули, и у вас ничего не получилось. Все получилось. Вопрос. А, получилось. Все получилось. Просто этим пользоваться неудобно оказалось. Дело в том, что… Это не одно и то же. Нет, у нас есть в Sisyphe такой, как называется, альтератор дебаз. С ним все, как бы, можно разбираться, но выяснилось, что текущие модули настолько не имеют своего API, что его проще переписать, чем пытаться как-то пробрасывать. А, то есть проброс, это не вот так. Ну как, там все равно нужно что-то же попонять, чтобы в этом модуле есть. У него API нет. Тогда поясни все-таки стратегический план, как ты будешь совмещать оба альтератора на одной машине. Пользоваться в стендалон режиме старыми модулями. И старые, в смысле, и ОЦЦ тоже будет старые. То есть будут новые… Есть новый и старые, можно пользоваться и модулями, и старыми, и новыми. То есть единая точка входа не планируется? Через единую точку входа. Как? Новый на QTE, на альтератору, control center. То есть он и старые, новые модули будет… Он будет запускать под себя старые модули? Все понятно. Но это почти проброс. То есть он, короче, все-таки работает. Ну это как бы технически, для меня не проброс, а вот для юзабельного… Да, да, да. Нет, я с точки зрения пользователя. С точки зрения пользователя все должно быть прям вот, как будто бы ничего не менялось. Там будут тонкости. Так, смотри, еще прозвучала у тебя фраза вроде бы вот мы добавили конфигурационные файлы, появился backend. Ну это какая-то автоматика, нет? Или ты это сказал просто в торопях? Нет, это внутренняя автоматика альтератора менеджера, нового альтератора. Она заключается в том, что он, по сути, размещает на шине новые интерфейсы в новых объектах на основании текстовых файлов с описателями. А, с описанием. Я думал, что я вот хочу управлять конфигом неизвестного ее сервиса, и как же он это сделает. То есть не в этом смысле. У нас есть свои, свои обработчики, можно ими пользоваться. Тогда хорошо. Все, спасибо. У меня вопрос. Тут ссылка к Домайндиак стоит. Про него еще что-то будет? Или ты можешь два слова проискать? А, ты хочешь мне предложить сказать про Домайндиак? Ну, мы развиваем отдельные инструментарии для диагностики. У нас есть какие-то примеры такого рода решений консольные. И для того, чтобы проверять какой-то вот в закрытых контурах набор команд, чтобы не запрашивать, а можно было запросить какой-то набор действий, выполняющихся автоматически, вот он в этом модуле реализован. Вот его-то мы собираемся в графическом интерфейсе предоставлять, и об этом, наверное, будет отдельный доклад. Жень, я уже тебя просил, не называй это альтератор, потому что ты, извини, про собственный альтератор несешь такую дикую чушь, что он написан на Гайле. Он написан на схеме. Гайл — это транслятор, собственно. Гайл — это не диалит. Причем тут альтератор? Слушай, подожди. К альтератору отношение, на чем он написан, не имеет отношения. В этом плане я чушь не несу. Юрий, ты говоришь про альтератор? Про схему я тоже говорил. Миш, извини, что я тебя перебиваю, но я не понимаю, зачем ты так делаешь. Прекрасно. Значит, насчет патчинга конфигов. Вот Мановар как раз писал вербором Катерва, когда писал альтератор сквид. То есть генератор, в принципе, там тоже есть. Если будете писать, то поговорите с Пашей. Насчет модулей не предоставляют API тоже чушь. Взаимодействие модулей было как раз таки вот через шину. Вы с этим тоже ни хрена не разобрались. Ага. Значит, ограничение связки Гайл... Давай отдельно поговорим. Значит, ограничение связки Гайл-Кютэ. Значит, когда разрабатывали альтератор, я не знаю, кто в графической части сказал делать однокнопочный интерфейс, то есть обойтись без правой кнопки. Это может сейчас, то есть за прошедшие 15 лет, сыграть в плюс за счет мобильных, то есть там, где у тебя второй кнопки нет, разве что длинное нажатие. Нет, у нас интерфейс графически работает под рутом. У нас есть концепт внутренний о том, что мы не должны запускать все приложения под рутом. Единственное приложение в Altinux, которое запускается под рутом, это наш замечательный графический альтератор control center. Это про то, где... Коллеги, вы можете поспорить дома. Сейчас следующий доклад. Короче, вы делаете не альтератор, и, пожалуйста, не называйте это так, потому что это будет Gnome 3.